Илья, ну давай начнем сначала. Расскажи, как ты вообще выбрал баскетбол и определил, что именно это твой вид спорта. У меня баскетбольные родители. Папа играл за ростовскую команду, мама играла за Пятигорск. С шести лет я начал заниматься, меня мама отправила в баскетбольную секцию и сама же там и тренировала. Когда ты переехал в Химке? В Химке я переехал лет в одиннадцать-двенадцать. Там самый первый сбор был в летнем лагере в Импел. Там были некоторые тренера из Дюшора. Я еще пока за БК не играл. Мы там тренировались с 96-м, с 97-м годом. Ну и вот так вот постепенно. После этого лагеря я уже с вещами переехал в училище. Сейчас там живу. И в баскетбольном клубе Химке ты оказался в каком году? Год. Вот сейчас мне 16 лет. Ну года четыре назад, 2009-2008 году. Тренируетесь вы здесь, в этом центре? Или где? Нет, у нас есть спортивный центр около училища Олимпийской резервы. Там хорошие условия для тренировок. Но там вот мы тренируемся. Ну я думаю, что именно благодаря таким усердным тренировкам как раз и стал ты чемпионом страны в составе команды Московской области. Расскажи, как проходил турнир? Когда начался и какие матчи были для тебя самыми запоминающимися? Самые сильные команды для нас были Тринта, ну принимающая сторона Ижевск и ЦСКА Москва. Вот это были самые сложные матчи. С Тринтой мы играли, ну у нас были как качель на протяжении всей игры, там по одному, по два очка выигрывали. И в конце мы все-таки дотащили и выиграли четыре очка. С Ижевском у нас были два матча. Вначале мы играли в подгруппе и в полуфинале. Оба матча давались довольно сложно, потому что в Ижевска хорошие, неплохие снайперы. Но у них слабые, большие. Мы в основном давили под кольцом, ну и благодаря этому и довели игру до победного конца. А с ЦСКА довольно сложный матч, мы хорошо настраивались на него и, скорее всего, благодаря настрою победили. Потому что там наши большие брали подборы, я в том числе, сбивались под кольца. У нас неплохо пошло от треха. Ну и благодаря этому мы и выиграли. А за выступлением основной команды следишь, успеваешь? За выступлением первой команды, конечно, мы на каждую домашнюю игру, мы едем сюда, смотрим, как играют. Ну или по интернету смотрим на выездные матчи, там статистика, трансляции. Ну и на кого-то из старших товарищей равняешься, не знаю, на кого. Пол Дэвис, очень хороший игрок, играет в моем плуа, центровой. Многие игры привозит по 20 очков в команде соперника, хорошо берет подбор. У него есть неплохой средний, давит под кольцом. Пол Дэвис, ну у нас также есть еще знаменитый наш центровой, это Тимофей Мозгов, который сейчас за океаном. И ты тоже недавно побывал в Соединенных Штатах в тренировочном лагере имени Майкла Джордана. Расскажи, за какие заслуги ты туда попал? Я на большинстве турниров, в которых я играл, я собирал лучшего центрового. Вот. Ну это основная моя награда. И наверняка за эту хорошую игру под кольцом, под счетом я попал на Джордан Брэнд. Ну и как там проходили? Четыре дня, да, у вас, по-моему, там было? Как проходили эти четыре дня и что вы там делали? Тоже расскажи. Ну вначале у нас была разминка, потом упражнения на дриблинг, потом упражнения, ну побросали, размялись и потом было очень долгое ОФП. Мы там два-полтора часа ОФП только делали, чтобы наверняка тренера посмотрели, в какой мы находимся кондиции, чтобы знали, чего нас отжидать в физическом плане. Потом на второй день было две тренировки. Утренняя тоже там на дриблинг, на техникой работали и играли 5 на 5. Мы играли, ну первые три матча выиграли. Ну потом уже был конец тренировки, там уже заминка, растяжка и так далее. А в вечерней тренировке там было больше времени поиграть, там было 6 матчей. Там уже добавились комбинационные действия, заслоны. Мы выиграли 5 матчей из 6 и заняли первое место в этом товарищеском чемпионате. Ну вообще тренеры, когда вас там готовили, как-то разбирали индивидуальную игру, что тебе сказали про тебя именно? Про меня сказали, что я неплохо играю на позиции центрового, но мне не хватает роста. Там огромные ребята по 2,10, по 2,8 рост на позиции центрового. А я своим ростом 2,202 пока не особо тянул. Ну какой опыт в общем и целом ты там приобрел? Опыт, что там центровые довольно техничные и в целом все ребята очень техничные. Там очень хорошо работали как на психическом плане, там все ребята просто подбадривали друг друга постоянно, отбивали 5. Нас когда подзывали в центр, чтобы давать новое упражнение, всегда говорили, отбейте друг другу 5, похвалите. Взаимодействие в команде тоже, голос, защита, вот это в основном. А что ты можешь сказать о баскетбольной школе именно нашего города? Наш клуб предоставляет хорошие баскетбольные, ну, хорошие баскетбольные знания, если можно так сказать. Вот. Мы работаем, пытаемся работать над всеми аспектами. На технику, на бросок, на защиту, на нападение. Вот. И в плане командного духа тоже очень много работаем. Подбадриваем друг друга. Ну, вот сейчас чемпионат страны закончился, но ты же еще где-то участвуешь, правильно? Да, мы играем в Европейскую юношескую баскетбольную лигу и Юбал. Как там успехи? Там пойдем в шестом году, идем очень хорошо, 10 побед из 10 игр. Вот сейчас скоро уже будет третий тур, не знаю, в числах 20-х, по-моему, марта. Вот. Мы едем в Ригу, там тоже будем играть. Будем надеяться на еще следующие пять побед.